Приветствую вас. Ввиду особенностей информации, написанной в вопросе, я не вижу возможности его озвучить, к сожалению. Могу только сказать, что вопрос касается интимной сферы жизни мальчика 12 лет и беспокойства мамы по данному вопросу. Что хочется сказать здесь? Ну во-первых, хочется наверное сказать то, что дети могут просто увлекаться. То есть в том, что вы описываете, может быть просто увлечением. С другой стороны, я думаю, что нельзя игнорировать факт того, что ребенок замыкается в себе. То есть наверное нельзя игнорировать этот факт. То, что ребенок замыкается в себе, на мой взгляд. Э-э-э-э-э-э, связано с тем, что между вами отсутствует доверие. То есть, между вами и ребенком нет доверия, и на мой взгляд, по моему скромному мнению, здесь имеет смысл, как мне кажется, смотреть именно на характер ваших взаимоотношений. Я бы на что обратил внимание, то есть, то, что вы описываете, очень похожи, к моему большому сожалению, на наличие агрессии у ребенка. То есть, вот у ребенка очевидно присутствует страх, очевидно присутствует напряжение какое-то, которое и снимается или выражается, если угодно, в виде его увлечений и определенных действий. Нравится нам это или нет? Хотим мы этого или нет? Поэтому смотреть, на мой взгляд, в первую очередь, нужно именно на данный аспект, на аспект того, что происходит в жизни ребенка. Если мы на этот аспект внимания не обращаем, если мы уделяем внимание только аспекту увлечения, что является поверхностным, то есть, является, ну, скажем так, следствием, не является первопричиной, то мы рискуем запалкивать ребенка обратно в, точнее, еще глубже, запалкивать ребенка, в его какие-то призывания. и я думаю, что не нужно говорить, я думаю, что не нужно в таком случае объяснять, что это помимо того, что является совсем не тем, чего мы хотели бы, то есть, мы достигаем, по сути, эффекта, результата, совсем не такого, какой хотим. то есть, мы хотим одного результата, да, мы хотим, там, например, ребенку помочь, мы хотим, например, мы беспокоимся о нем, а получается, совсем другая история. Получается, что ребенок только еще больше вот погружается в свои тревоги, в свои страхи, в свои сомнения, в свои переживания и так далее. Я не думаю, что это то, чего вы хотите. Именно поэтому я предлагаю вам в первую очередь озаботиться именно тем, как вы выстраиваете отношения с ребенком, я имею в виду, как вы выстраиваете эти отношения с ребенком. В какой атмосфере вы живете? В каком психоэмоциональном климате вы находитесь? И что это за такой, если угодно, психоэмоциональный климат? То есть, что он, этот климат из себя представляет? Ну, на мой взгляд, нужно обратить внимание именно на это. И если, что там есть, то есть, ну если вот какие-то, ну, Проблемы, да, если какие-то трудности присутствуют во взаимодействии, то вот как раз на это я бы рекомендовал обратить внимание, самое пристальное, понимаете, да, и вы сможете понять для себя, как в таком случае, что происходит между, ну, между вами и ребёнком, куда вы движетесь со своим ребёнком опять же, в каком направлении, туда или куда вы хотите, движетесь, или может быть нет, может быть вы движетесь в каком-то не том направлении. Вот. То есть вот это нужно смотреть. На это нужно обращать внимание. Я категорически не рекомендую обращать внимание только на то, чем вы сталкиваетесь. по сути, этим вы выдаёте только свою тревожность, этим вы выдаёте только своё беспокойство, этим вы выдаёте свои страхи и не более того. Вот. Я думаю, как-то так. В данном случае можно ответить вам на ваш вопрос. Да. Ситуация более чем неприятная. Это правда. Ситуация неприятная. Да, ваше беспокойство можно понять. Это тоже правда. Вот. Но давайте, давайте с вами в таком случае подумаем. Вы беспокоитесь за ребёнка или вы свою какую-то проблему решаете? Ведь смешение, ну или смешивание, да, одного с другим не есть хорошо. Не есть хорошо не для вас, не для ребёнка. Потому что ребёнок в таком случае чувствует себя, ну, вот, к сожалению, обманутым. Я думаю, что мы этого не хотим. Думаю, что мы не хотим, чтобы ребёнок чувствовал себя таким. Правда? Вот. Мы, ну, если мы берём за аксиом, что вам ребёнок важен, да, и что вы, как бы, о нём беспокоитесь. Вот. Я думаю, что ребёнок достаточно умный уже, я думаю, что ребёнок достаточно уже осознающий, чтобы понимать, что, ну, скорее всего, он делает что-то не очень одобряемым. Вот. И нужно понимать, что здесь человек сталкивается со стыдом. И нужно понимать, что в стыд очень легко уйти. И нужно понимать, что если человек уйдёт в стыд, если человек закрепится в стыде, именно закрепится в стыде, то это не решит проблему. Конфликт никуда не денется. Я имею ввиду, конфликт ребёнка никуда не уйдёт, никуда не исчезнет. Конфликт ребёнка останется. Вот. К, ну, вот, к сожалению, конфликт ребёнка останется. Он уйдёт только, он уйдёт в глубь. Возможно, ребёнок будет скрывать то, что, ну, то, что с ним происходит. И ничего хорошего из этого не выйдет, не будет. Поэтому я бы рекомендовал вам, я бы рекомендовал вам, всё же смотреть здесь именно на то, чтобы попытаться понять человека, может быть, помочь ему решить его какие-то проблемы. Вы, как родитель, имеете для этого все основания, вы, как родитель, имеете для этого все необходимые возможности. Вот. Вы можете это сделать. Вот как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Вы молодец, что обратились за помощью, вы молодец, что начали говорить об этом. Но это только первый шаг. Следующий шаг – это обращение за помощью индивидуальной к психологу. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Что случилось?